Ребята, всем привет! Новый влог, и сейчас я вам расскажу, как у нас дела. Во-первых, я думаю, что вы заметили, что у нас новая кровать стоит. Она у нас уже дня 4, наверное. Начну с того, на чём мы закончили. Я вернулась из Питера в Москву. У меня была туда поездка по работе, по приглашению от бренда Вишит. Очень классная поездка, всё безумно понравилось. Но, когда мы ехали обратно, а ехали мы на Сапсане, я должна была ехать с Сашей, с той же девочкой, с которой мы ехали туда. Но она решила остаться в Питере на несколько дней подольше. И получается так, что на её место должен был сесть кто-то другой. Я надеялась, скажу честно, на то, что там вообще никого не будет сидеть, я буду сидеть одна. Но мои молитвы не были услышаны. Короче говоря, я ехала с каким-то мужиком. Я просто почему хочу это рассказать, потому что это шок, ужас, история. И на самом деле звучит, что вообще какой-то кошмар. Но я правда испытала какой-то кошмар, стресс за эти 4 часа поездки обратно. В общем, получается так, что я сидела не у окна. И это как бы в принципе не играет роли. Просто я села на своё место, сижу, жду. Надеюсь, что никто не сядет. Мы тронемся, никто ко мне так и не сядет. И в итоге никто не садится. А просто через меня, через моё лицо практически пролетает огромная сумка. А я сижу вот так вот, ну там типа в телефоне сижу, просто жду. Когда мы тронемся, поедем. И через моё лицо просто пролетает сумка к сиденью около окна. То есть мужик берёт, бросает свои вещи. Я не то что там испугалась. В принципе, я видела, что кто-то подошёл и собирается что-то там положить. Но он не просто, знаете, аккуратно там положил или сказал там извините. Ну, короче, суть в том, что он просто нагло, жёстко её бросил. Да, на своё место. Но это был, знаете, такой первый звоночек. Я думаю, какая дичь. Шок. Это не всё. Это вообще фигня. Это только просто начало. Он бросает сумку, куда-то уходит. Я думаю, господи, кто же со мной будет ехать? Боже мой. Мне уже страшно. Я уже волнуюсь. Я уже думаю, пипец. Через какое-то время он приходит, и оказалось, что он ходил, видимо, мыть руки. Он проходит мимо меня, и у него мокрые руки, и с его рук просто капец как капает вода. То есть он их помыл, видимо, даже, ну вот не хотел, знаете, вот в раковину как-то сделать, отряхнуть или, не знаю, выделить там полотенце, ещё что-то взять. В туалете там же есть салфетки. Ну, короче, он просто идёт супер мокрыми руками, капает на всё. Я думаю, ну, типа, ладно. Я молчу, ничего там не собираюсь ему говорить, типа, здравствуйте, добрый вечер, вообще пофиг, я молчу. Думаю, я, ну, как бы сижу, своими делами занимаюсь. Короче, он садится, и резко, короче, садится шебутной какой-то, весь что-то достает. Я сижу максимально спокойно, и я всю поездку сидела в маске. Просто когда мы ехали в ту сторону, я иногда снимала маску, и не в тот момент, когда надо покушать, а просто иногда снимала, потому что я сидела с Сашей, с девочкой, с которой я и так проведу много времени в поездке. Ну, короче, он резко берёт, наклоняется в ноги, в свои, что-то там берёт, какие-то орешки. Ну, я думаю, какие-то орешки. Я не знаю, что он ел, я вообще не смотрела в его сторону, даже вот так вот, потому что у меня вообще, не знаю, мне так неприятно было находиться рядом с этим человеком. Хорошо, что от него не воняло, и ничего такого не было, но я просто рассказываю, потому что я реально, мне кажется, что даже из-за этого заболела, потому что это какой-то энергетический вампир. Короче, он берёт, резко достает какие-то орешки и начинает их жрать. Просто всю, сука, дорогу он постоянно жрал какие-то орешки, постоянно что-то делал. Я сижу в шоке, потому что он реально сидит и просто на протяжении часа, первого часа, жрёт орешки. И я слышу постоянно его чавканье. Самое тупое, что у меня ещё и телефон начал садиться, а мой зарядный блок, оказывается, разрядился. И оказалось, что розетка между сидениями только одна. И когда я поняла, что мне нужно зарядить телефон, я увидела, что там стоит его розетка, он уже воткнул, заряжает свой ноутбук. Я спрашиваю у, не знаю, как называется, типа в Сапсане, типа бортпроводник. В общем, спрашиваю у молодого человека, который там следит за порядком и так далее. Спрашиваю, есть ли ещё здесь розетки или там только одна. Он говорит, что только одна, а потом такой говорит, типа, ну, он видит, что там уже занят. Он говорит, ну, ничего страшного, вы можете по очереди заряжать. Я такая, типа, ну да. Ну, потому что я думаю, блин, ну капец. Короче, в итоге всё-таки я собралась. Я обращаюсь к этому мужику и спрашиваю, типа, извините, а вам сейчас нужна розетка? Не, ну понятно, что раз он заряжает, значит она ему нужна. А потом он такой говорит, типа, то, что, ну, сейчас, типа, немного зарядится. Я думаю, ну, ладно, окей, типа, ну, что поделать. Короче, пока заряжается его комп, он достаёт какой-то планшет или в телефоне сидит. В общем, он не мог вообще спокойно сидеть на одном месте. Он постоянно либо жрал, потом он постоянно издавал какие-то звуки. Типа, вот он едет такой... И так было раз 50, наверное, за 4 часа. Короче, вот сказать, что мне не повезло с этим попутчиком моим, это просто ничего не сказать. Потому что он очень странный. Когда принесли еду, там меню дают. И когда принесли меню, там можно выбрать из трёх, типа, сетов, скажем так, один. И в каждом сете по три блюда каких-то там. Например, салат какой-то, там, горячее. И, например, десерт. Ну, он, короче, выбирает. Я тоже выбрала. И, короче, приносит сначала первое из этого сета. Потом через какое-то время приносит второе. Ну, понятное дело, чтобы как бы съесть и так далее. И суть в том, что обычно по тому, что ты выбираешь, по первому блюду определяют, какой сет ты выбрал. И что следующее тебе поставят. Короче, что было. Ему ставят тарелку с чем-то. Мне тоже ставят. Ну, я потихонечку ем, что-то там пробую. Пока открою. Хлебушек там туда-седы. Он, короче, берет, просто за секунду все съедает. Не, я ничего не хочу сказать. Ну, как бы, может, человек голодный и так далее. Но он настолько быстро съел, чтобы вы понимали. Буквально через две минуты уже подошли давать следующее блюдо. У него была полностью просто вылизанная тарелка, пустая. То есть, чтобы вы понимали, я даже вот еще не успела притронуться. Как будто бы к еде он уже все съел. Он очень быстро ел. Я не знаю, но мне это было странно. И меня он очень сильно напрягал и пугал. То есть, я прям чувствовала, знаете, мне хотелось прям вот так вот отодвинуться. Причем я еще до того, как он пришел, сразу же между нами поставила этот подлокотник. Потому что я не знала, кто будет сидеть. И я не хотела это делать потом уже, когда человек сядет. Я сразу поставила. Думаю, ну если никто не сядет, потом подниму и буду вообще как царица сидеть на двух местах. Короче, он всю дорогу тоже сидел вот так вот на подлокотниках на этих. Я вот так вот сидела в бок. Просто ковырялась там в своей еде. Постоянно смотрела куда-то в другую сторону. В общем, это такой ужас. Я не знаю, и вот так 4 часа. Короче, он все сожрал очень быстро. И когда уже подошли давать следующее блюдо, я думаю, что тот мужик, который, ну, еду давал, он вообще, наверное, офигел. Потому что у всех полные тарелки еще. То есть, просто еще это время чисто открыть блюдо, скажем так. Не знаю, достать хлебушек, вилку, там, ножик, не знаю. И он такой спрашивает у него, а у вас какой типа сет был? Вы какое выбрали там меню, скажем так? Первое, второе, третье? То есть, обычно как бы не спрашивают, потому что сразу видно в тарелке, что вот здесь, например, лежит там, не знаю, кабачки с чем-то. Значит, ты выбрал второй сет, и мы тебе даем следующее блюдо из этого сета. А у него вообще, ну, короче, не знаю. Для меня это было так страшно. В общем, я не знаю. Причем я немного съела, и я почему-то сидела и прокручивала у себя в голове, что он попросит мою еду. И это вообще так странно, если честно. Ну, наверное, я бы, понятно, ну, дала бы ему, да, если бы уже не хотела и так далее. Но просто он настолько странно себя вел, что мне казалось, что это вполне себе возможно, что он сейчас захочет съесть мою еду, которую я не доела, несмотря на то, что я чужой человек. Каждый раз у нас было где-то 3 или 4 остановки по минуте, пока мы ехали из Санкт-Петербурга в Москву. И получается так, что, грубо говоря, там 2 человека из вагона выходят. Я каждый раз реально клянусь, каждую остановку, они там были где-то раз в полчаса, в час остановка. Я надеялась, я просто думаю, господи, хоть бы кто-то вышел, и никто не зашел на место. И это я попрошу у, ну, типа, бортпроводников, я не знаю, как это называется правильно, сапсани, чтобы меня пересадили. Но я бы так волновалась, потому что я бы думала, что он меня... Я, если честно, он меня вообще очень жутко напугал. Я потом еще несколько дней приходила в себя после такого попутчика. И мне вообще казалось, что... Короче, суть в том, что я еще первая вышла из вагона, когда мы уже приехали, и я стояла с девочками, и я его прямо увидела, и мне показалось, что он смотрит прямо в мои глаза. Слава богу, я все время была в маске и так далее. Но, может быть, ему хватило проанализировать меня и представить, как я выгляжу под маской, или пока мы ели, тоже я снимала маску. Ну, короче, я начала волноваться, что это вообще какой-то, типа, знаете, какой-то маньяк, очень напряжный человек. И я просто... А потом, когда мы уже подъезжали к Москве, он постоянно чихал. Постоянно. И я помню, я рассказывала историю как-то, что у меня был кашель, не от короны, а просто... Типа, я давно поболела, но кашель, он бывает долго, короче, отходит, и не сразу, типа, проходит, скажем так, после болезни. Я помню, что сидела в салоне красоты, мне делали волосы, я всё время сидела в маске. А, кстати, этот чувак всё время сидел без маски. Ему делали замечания, говорили, ну, то, что надо надеть маску. Он её надевал, потом опять снимал, и, прикиньте, он всю дорогу сидел рядом со мной, чихал без маски. Я ему ничего не сказала, потому что я его боялась, если честно. Но я сидела в маске. Ну, короче, я просто вспомнила историю, вот я сейчас на него гоню, что он чихал, чихал и так далее, типа, фу, какая мерзость, типа, если я заболею за него. И я вспомнила, когда я кашляла, и женщина в салоне красоты сказала, мол, то, что вот, девушка рядом кашляет, а я ей повернулась, сказала то, что не волнуйтесь, типа, это не коронавирус, и я в маске сижу. А она такая, типа, вы в маске? Я такая, да, в маске. Ну, короче, мне, конечно, этот момент был не очень приятно, но я её понимаю. Я понимаю её переживания, конечно. И мне также было неприятно, когда этот мужик чихал, причём я сидела-то с ним очень близко, а та женщина от меня далеко сидела в салоне красоты, и я не ей в лицо, блин, кашляла, а он прям рядом со мной чихал. Ну, короче, в общем, я так ощутила, что он высосал из меня всю жизненную энергию, он со мной не разговаривал, но просто своим присутствием рядом он высосал из меня просто все силы, он высосал из меня иммунитет. И на следующий день, получается, мы при... ну, я приехала домой, и на следующий день вечером у меня началась слабость, сопли, и вот сейчас, получается, третий день, когда я пью лекарства, я каждый день пью терафлю, потому что я не хочу болеть, хотя у меня нет температуры, и как бы нежелательно, наверное, пить терафлю, но мне пофиг, потому что я не хочу болеть. Ну, короче, я просто к тому, что я испытала ужас, я испытала просто ужас, и я вот так вот прям лицом к лицу встретилась с энергетическим вампиром. Это реально кошмар. Рассказала. Так что вот такой вот неприятный у меня был попутчик в Сапсане, и это ужас. Это просто ужас. Вот реально бывает же, что вообще не повезет с тем вот, с кем рядом будешь сидеть. У меня как-то тоже была такая история, когда я опоздала на самолет в Молдавию, сколько-то там лет назад, 2018, по-моему, это год был, если я не ошибаюсь. Я опоздала на самолет, и я купила билеты на следующий самолет. Я подождала его два часа, и, короче, мне пришлось сидеть. Я не помню, но, по-моему, я сидела посередине двух вонючих мужиков. Я к тому, что мужчины бывают чудесные, очень вкусные, которые ухаживают за собой, воспитанные, а бывают прям вонючие мужики. Я, может, это звучит жестко, я не хочу никого обидеть, но это был кошмар. Это был кошмар, потому что вот именно они были потные, такие, знаете, как будто бы после, я не знаю, 20 рабочих дней без сна, без отдыха. Ну, если так, то мне их жаль, конечно, но просто элементарно, знаете, вот думать о тех людях, которые вас окружают в обществе, в самолете, в сапсане, в кафе, неважно где, ну, типа, что сложного? Вот я, я терпеть не могу людей, которые доставляют какой-то дискомфорт, вот просто какими-то элементарными вещами, которые можно было бы не делать, чавкают, воняют, ну, типа, не, я понимаю, что ты можешь вкусно пахнуть, потом из-за чего-то перенервничать или просто куда-то бежать, опаздывать, вспотеть, и вдруг от тебя пахнет. Я понимаю, разное в жизни бывает, но, блин, короче, если у вас были какие-то тоже лютые, дикие, стрёмные истории, напишите в комментариях, мне будет интересно почитать, потому что я клянусь, я не сочиняю, у меня была ужасная поездка, 4, с**ка, часа я ехала просто с каким-то, ой, я не знаю даже, я даже маме писала смски, Славе писала смски, Карине писала смски, потому что я не могу, это ужасно, спасите, помогите, ну, короче, это просто кошмар, так что я думаю, он меня зародил, а если он и не зародил, то он высосил из меня все силы. Пока я болею, я тут вспомнила, что я не забрала свой ИНН из этого МФЦ, и когда я вспомнила о том, что я его забыла забрать, как приехала из Питера, потому что он у меня был готов 11-го числа, а 11-го числа я уехала в Питер, я вспомнила, что еще не поделилась с вами тем, что у меня теперь наконец-таки не одна карточка в моей жизни, а целых две. Я наконец-таки сделала себе карточку Тинькофф, потому что до этого у меня другого банка была только карточка, и у всех моих знакомых, друзей уже у всех есть Тинькофф, у меня до сих пор не было, и это на самом деле иногда, ну, не то, что проблема, но такое, типа то, что у тебя есть Тинькофф, а у меня его не было, так что теперь у меня есть. При выборе дебетовой карточки я всегда обращаю внимание на кэшбэк, если комиссии при переводе или снятии наличных. А так как мы много путешествуем, то еще важна возможность снимать деньги за рубежом. Всем, кому важны эти моменты, я советую обратить внимание на карту Тинькофф Black. Кстати, недавно Тинькофф вошел в список 13 системно значимых банков. Это самые крупные и влиятельные организации финансового сектора России. Очень приятный кэшбэк до 20% при покупке билетов в кино, на концерты и театры через приложение Тинькофф. До 15% кэшбэк на 3 выбранные категории трат. А также 15% возвращаются за заказы, сделанные в Яндекс.Еде, Деливери Клаб и много других классных кэшбэков. Также кэшбэк приходит настоящими рублями, которые можно даже в банкомате снять. Наличные можно снимать бесплатно в любых банкоматах мира. И как бонус, карта выполнена в классном космическом дизайне. Оформляйте карту по ссылке в описании до 31 октября, и у вас будет бесплатное обслуживание карты навсегда. Кстати говоря, помимо такой карточки у меня еще и кредитная теперь появилась, но я ее пока не трогаю. Больше всего мне понравилось, что карточки привозят домой, потому что я уже устала ходить по всем этим банкам, МФЦ и так далее, налоговым, со всеми своими документами, то, что я меняла фамилию. Поэтому то, что можно хоть что-то, чтобы тебе принесли домой, это, конечно, супер. Итак, показываю, что у меня сюда поместилось, что я засунула. Во-первых, мое огромное свадебное платье, второе мое платье здесь в чемодане. Правда, я их еще не предала, и, если честно, это такой геморрой просто. Мне описали люди, которые хотели их забрать, но что-то, короче, в итоге куда-то они пропадали, мы договаривались о каком-то дне, а потом то я не могла, то они не могли. В общем, не знаю, наверное, буду продавать как-то по-другому. Фиг знает, но, честно, желание дикое имею от них избавиться, потому что они занимают достаточно много места, а мне они уже не нужны. Достаточно много всего сюда поместилось, хочу сказать честно, намного больше, чем помещалось у нас под прошлую кровать. Поэтому, если будете делать кровать с подъемным механизмом, что я всем рекомендую, в принципе, потому что много места появляется для хранения, никаких разделений не делайте. Пусть все будет свободно, потому что, благодаря тому, что нет разделений, я умудрилась уместить сюда намного больше, потому что до этого, чтобы вы понимали, здесь все было то же самое, кроме двух чемоданов. Вы представляете, как много места? Все равно вот эти чемоданы, получается, освобождают у нас тех же балконов. Единственное, что я забыла убрать вот это, но у меня как раз вон там в углу есть свободное место. Снимаешь вам насыщенное видео из Петербурга. Не нравится, просмотров мало. О, мужик. Ну, попробуем. Ох, как тяжело. Еще не разработалось. Ох, я аж вспотела. Вот таким легким и элегантным способом мы спрятали лишнее. Вообще-то я все еще болею. Я это сейчас поощущала, когда поняла, что у меня же голова немножко закружилась из-за того, что я таких движений совершила. Так, все, я навела порядок, застелила, красоты еще навела. Такая у нас атмосфера клевая. Можно еще цвета менять этой классной лампой. Я ее просто обожаю. И, прикиньте, вот так лежишь, кайфуешь, смотришь, телек, еще неоны, вообще офигенно. Самое классное еще вдобавок к этой кровати нам подарили вот такие две подушки. Ну, нам, в принципе, кровать подарили, но я так поняла, что если вы тоже будете заказывать у них кровать, подушки дарят в подарок. Под цвет, получается, кровати. Вот. Ну, это прикольно на самом деле. И у нас еще кайф такой свершился, но это на самом деле было непредвиденное. Лестница. Тоже под цвет кровати. Нравится, Вив? Случилось все потому, что кровать получилась чуть выше, чем мы договаривались. Это на самом деле лично для нас, для людей не проблема, но для Вивиены это стало небольшой проблемой. Во-первых, опустили кровать пониже и еще подарили нам лестницу, сделали ее в цвет кровати. Я отправила всякие замеры прошлой лестницы Вивиены и добавили еще одну лесенку, поэтому теперь у Вивочки вот такая вот классная лесенка в первый раз у нас на четыре ступеньки. Самое клевое, что эта лесенка подходит под цвет к нашей новой кровати. И Вива теперь просто суперстар. Да, Виволик? Вивка? Мурочка моя. Покажи, как ты залезаешь по новой лесенке. Покажешь, нет? Так, я забыла, на чем мы там остановились. Пока я с вами не болтала, я успела пропылесосить в комнате. Протерла везде пыль. Потом я пошла на балкон разбираться с вещами, которые на балконе, потому что у нас на балконе был ужас. Да, Вивочка? Мурочка, мамина, тебе нравится твоя новая комната, твоя новая кровать? Как же я кайфую от нашей вот этой лампы. Я у себя в Инстаграме, кстати, ссылку кидала, где мы эту штучку взяли. Очень классные. Нравится. Так, а сейчас я вам покажу, как я разобралась на балконе. Ну, тут у нас опять как бы не все идеально, понятное дело. Вот это, кстати, поддон наш, который под кровать можно положить, но я думаю, что мы его увезем куда-нибудь на дачу, потому что мы решили все-таки его не использовать. Здесь у нас лежит один софтбокс, другой софтбокс, два наших стула, еще такие же два на кухне. Это наш старый стуль, который недавно переобшили. Вот. Кстати, обошлось нам этого 18 тысяч, четыре стула обшить. Это на самом деле недорого, учитывая, что один такой стул стоил 14 тысяч. Классные, да, мои носки? Двойные, чтобы не замерзнуть. Коробочки всякие с инструментами, с лампочками, еще что-то, еще что-то. В общем, на самом деле тут вообще не было места прохода. Я опять все разложила так, чтобы хоть какое-то место было. Тут вивины пеленки, какие-то причиндалы. Это вивина сумка, я ее всегда с собой беру, когда мы с Вивой куда-то едем, потому что туда помещаются и корм, и пеленки, и игрушки, и вкусняшки, и одежда ее. Так что вот, ну, как бы типа норм. Здесь у нас стоит мусор, который надо отнести на улицу, но там сейчас дождик, поэтому мы не пойдем туда. Это мусор, который можно и в доме выкинуть. А еще у нас протекала раковина, точнее не раковина, а труба сломалась, и Слава сегодня ездил в Лерой Мерлен, купил новую и установил, потому что как-то раз я открываю, она здесь очень туго открывается, потому что все водой протекло. Сейчас у нас тут контейнер на всякий случай стоит. Короче, вот эта труба, взрослая жизнь, ребята, это отстой. Вот эта труба, уже мы ее, кстати, второй раз меняем, она, короче, текла. И это, конечно, блин, отстой. Текла, и здесь все было в воде, все разбухло. В общем, мы вообще считаем, что скоро поменяем вот эту всю фигню, потому что не подходит, конечно, по размерам. Там все, надо помыть раковину, потому что она вся засралась. Из-за того, что Слава тут что-то менял, делал, все было в таком не очень виде. И вообще, в принципе, я дома особо не убиралась, поэтому сейчас я это сделаю. Ну, не то, чтобы генеральную уборку, я не собираюсь там полы мыть и так далее, просто, чтобы приятно было жить, находиться. Я постоянно теперь пользуюсь сывороткой от бренда Виши, которую мне как раз-таки подарили в Питере, и я теперь не хочу без нее жить, потому что я вижу заметные изменения, и мне очень нравится. И вот эту масочку еще не использовала, как раз думаю, может быть, сегодня-завтра ее сделаю. так что сейчас помою раковину, здесь все уберу, чтобы было чистенько, и покажу вам, как станет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, теперь встала. Чистая раковина, зеркало блестит, сейчас я буду разбираться в этой полке, положу туда все, что нужно, чтобы здесь не мешалось, и придется мыть ванну, конечно же. Так, ребят, показываю вам весь мусор, который я собрала. Это просто шок. Я собрала все, чем я не пользуюсь, все, что протухло, всякие баночки, штучечки и так далее, и разобралась. Теперь здесь чистота и порядок. Тут пеленки вивины, расческа ее, ее шампуни, тут всякие какие-то гигиенические штучки, здесь бомбочки для ванн, мыло, еще мыло, я его заливаю вот сюда. Ну, короче, все здесь разобрала, стояло только самое нужное, необходимое. Здесь тоже все разложила, средства всякие, чистящие для дома, полотенчики, вот такие. Здесь бабушкины штучки, это мои любимые, компотики, ну, а там коробки внизу. Короче, все, красоту здесь навела, здесь тоже все разложила, поставила, просто кайф. Да, может быть, и не так уж и много места в доме для моих всяких прибамбас, но мне, в принципе, много особо прибамбас и не надо для моей рутины, вот. И вообще, на самом деле, я не люблю, когда много всего, я люблю, когда есть какие-то... Не, ну, понятно, что можно и много всего использовать, но мне нравится, когда там умывалка, тоник, пенка, еще что-то, еще что-то, и, допустим, шампуни на прозапас, потому что иногда бывает кончаются. Вот, здесь еще не расставляла все, тут, возможно, тоже что-то уже можно выкинуть, что-то закончилось. Слава варит пельмешки. Не помню вообще, когда последний раз пельмени делала. Всегда Слава делала. Вот такой вот у меня оброшенный муж. Да, Зай? А помнишь, как-то ты вообще очень сильно отрастил борды, у тебя аж вот до сюда нависело. Ну, не придумал. Смотрите все быстро на моем канале «Наша реакция». Ты как всегда, ты можешь что-то помимо рекламы своих реакций рассказать? А что мне вам рассказать? У меня жизнь неинтересная. Неправда. У меня вам нечего рассказать. Ну, ты не доволен своей жизнью или что? Нет, для меня-то она нормальная, интересная. Ага. Это для вас она неинтересная. Ну да, ты же каждый день не хочешь в мероприятия, не строишь империю бизнесовую. У нас семейная жизнь, понимаете, бытовая. Движух тоже присутствует, и гулянки тоже присутствуют, и бизнес, и планы, и идеи, и работа над проектами. Так, ну что же делать со всем этим хламом? Кажется, я говорила, что неохота сегодня идти на мусорку. Когда такое видишь у себя в доме, сразу охота. Та-дам! Одно из моих самых любимых и простых блюд это пельмени со сметаной. Милочка, ты вот чуяла пельмешки? Так, ребята, новый день. Сегодня стало очень поздно из-за того, что мы досматривали сериал, потом начали смотреть продолжение сериала Самбрина, который мы давно смотрели, но потом там закончились серии, и мы ждали новый сезон, наконец-то он вышел, мы даже не знаем когда, но просто мы зашли посмотреть, вышли ли новые серии, оказалось, что вышли. Еще мы досмотрели Бумажный дом тоже, то, что новенькое вышло, теперь надо ждать, по-моему, декабря или ноября, чтобы вышли новые серии. Короче, мы такие вообще сериалом маны стали, мы просто сделали, оформили подписку на Netflix, и теперь дофига всего смотрим там. Сегодня мне прислали посылочку, бренд Michael Kors, потому что у них коллаборация с Bond 007, Agent 007, и я рассказываю здесь тоже просто, ну, ради интереса. На самом деле, я даже не ожидала, что столько всего клевого привезут и подарят. Короче, прислали вещички, рюкзачок, вот такой классный, я уже в сторис показала, так приятно. Ссылочку тоже вот такую, это из новой коллекции, как раз таки коллаборации Michael Kors и Agent 007, вот, и футболка тоже у них продается, это все, получается, с субботы в Атриуме уже появится новая коллекция, кому интересно. На самом деле, я не смотрела, что есть еще, я уверена, что там еще много всего интересного, то есть получается, я даже не знала о том, что будет новая коллекция, мне как раз написали сегодня, что будет новая коллекция, Юльчик, мы хотим тебя прислать, чтобы ты как раз своим подписчикам рассказала, вот, и это очень приятно и прикольно. Так что, теперь у меня есть новиночки, слева. Вот, сняла такую небольшую распаковку в сториз, ну, как распаковку, рассказала, показала. Сейчас мне нужно снять тикток для бренда Iconica, у меня с ними сотрудничество, и я у них взяла три пары обуви, офигенная обувь и две сумки, правда, походила во все эти обуви, поэтому не знаю как, но, наверное, придется пачкать пол или помыть ботинки можно, в принципе. В общем, мне нужно снять тикток с разными луками, переодевашками, я, если честно, это не очень люблю, но это тоже должно быть. Сейчас я подумаю, как мне установить камеру, все это сделать, буду переодеваться, у меня есть уже подготовленные луки, которые надо будет только из шкафа достать, и также сегодня по плану мы со Славой будем снимать новую реакцию, не знаю, как теперь снимать реакции без алкоголя, очень скучно. Вот, и еще сегодня меня осенило, что через два месяца мне 24. Я сегодня проснулась, помыла голову, накрасилась для того, чтобы делать какие-то полезные дела сегодня дома, а вообще-то я очень хочу поснимать тиктоки, именно не переодевашки, а всякие прикольчики, и просто надо найти на это время, я где-то час сейчас буду снимать переодевашку, потом надо сразу садиться снимать реакцию, потому что уже будет 9 часов вечера, вот так. Итак, только что Слава помог мне снять тикток, вещи надо разложить, снимала как раз про обувь, про сумки из магазина Иконика, у меня многие спрашивали, кстати, откуда вот эти сапоги очень многим прямо не понравились, вот, Иконика, реально очень классные, они мне безумно нравятся, я в них как раз по Питеру гуляла, и в этих гуляла, вообще я всю обувь, кстати, от Иконики взяла с собой в Питер, и эти туфельки тоже, это, кстати, по-моему, Иконика, и Ушатава, Иконика, и Ушатава, бренд такой, они объединились, сделали коллаб, вот, вот эти очень классные ботинки, мне безумно нравятся, я думаю, видели у меня в постах, и вот эти туфельки мне безумно понравились, потому что они как туфли, видите, если представить, что вот этого вверх нет, но при этом у них, конечно, теплее, чем в обычных туфлях было бы, вот, но они не особо, типа, жаркие, но все равно теплее, я, кстати, их надевала прямо на теплые носки, и никто не увидит, не узнает, поэтому обувь у Иконики просто офигенская, и вот с этой сумкой тоже я долго ходила, сюда много чего помещается, да и просто мне захотелось такую сумочку, это же трансизиона был, ну, или есть даже, вот, так что сейчас я это все разложу, потому что я луки меняла, а это сухое белье, которое сняли с сушилки, надо будет тоже разложить, и вот что у нас тут, отлично, но на самом деле это недолго все складывать и собирать, поэтому сейчас все быстренько сделаю, вещички, классные такие свитерочки, кстати, я их так и не выставила, не отметила, надо сделать обязательно, тем более, что у меня многие спрашивают, откуда они, три свитера прям заказала, разных цветов, они одинаковые, написано Москал, я в таком синем сейчас снимала тоже видео, очень клевый, и в Питере тоже в нем была, не знаю, они просто такие уютные, большие, так что сейчас буду складывать это все. Субтитры создавал DimaTorzok, в общем, ребята, мне не хватает света, мы со Славой только что закончили снимать новую реакцию, в которой я не пью, оцените потом, насколько хорошо у меня получилось бить с мясной, сегодня пятница, ну, сейчас час ночи, пятница, завтра суббота, и завтра мы с Кариной поедем на дачу, правда, только на одну ночь, и в воскресенье уже поедем обратно в Москву, но зато мы проведем много времени вместе, наконец-то, в машине, поболтаем, похихикаем, не знаю, насколько прям вот влог снимать, но сторисы точно будем снимать, поэтому обязательно следите за нами в инстаграм, вот, я немножко устала от того, что мы снимали реакцию, потому что все-таки это, ну, эмоции, разговоры и так далее задействованы, поэтому сейчас я пойду смою макияж, сделаю свою вечернюю рутину и буду отдыхать, и мне бы пораньше лечь спать и пораньше встать, завтра у меня будет маникюр, потому что мои ногти вот как отросли, видите, наконец-то сделаю новый, еще пока не знаю, какой, но хочу что-то натуральненькое тоже, вообще я хотела длинные себе сделать, но мне и с короткими так хорошо я к ним привыкла, спасибо, что смотрели этот влог, надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что я вас смотивировала на уборку, ну и просто помогла вам скрасить какой-то вечерок или денек и составила вам компанию в чем-то, всех люблю, целую, будьте счастливы, здоровы, всем пока!